10 лет утекло с начала эры айфонов, и многие считают, что за это время Apple потеряла дух инноваций, и первым массовым по-настоящему безрамочным смартфоном стал, как ни странно, не айфон, а Galaxy S8 от Samsung. А если сравнивать Android и iOS, то и тут уже не все так однозначно, как в самом начале. Но я вам вот что скажу, ни одного айфона я не ждал, как айфона 10. В интернете было много бадхерта насчет того, что айфон 8 плохо продается. Я понимаю почему, потому что все ждали айфон 10, вот он у меня в руках, и в этом ролике я распакую вот эту коробочку, поделюсь первыми впечатлениями, а также расскажу еще о некоторых новых аксессуаров. Ну и конечно, жизнь без кнопки Home и без Touch ID, какая она? Поехали! Уникальный случай, в этот раз айфон 10 достался нам до официального старта продаж, до мирового официального старта продаж, который будет 3 ноября. Кстати, в этот раз первый раз глобальный старт совпадает именно с российским стартом продаж, и мне кажется, это тоже очень большое событие, но кроме нас, конечно же, айфоны также попали и к другим журналистам, и, наверное, некоторые видео мы смотрели, но постараемся рассказать что-то новенькое, что вы еще не знаете. Бабам! Все, друзья, не буду томить, давайте уже поскорее распаковывать. Единственное, я не удержался и заглянул под занавес, отодрал первую пленочку, но сам телефон нулевенький, и его я еще не распаковывал. Это версия на 256 гигабайт памяти, кроме того, внутри стоит процессор A11 Bionic с нейромодулем, такой же, как и на айфоне 8 и 8 Plus, то есть он позволяет более эффективно работать с машинным обучением и нейросетями. Что касается различных моделей в этот раз у Apple, у айфона 10 всего 4 модели, а именно белый и черный цвет по классике, как Джобс завещал, и памяти 64 младшенькая и 256 топ. То есть это топовая версия, и давайте уже ее раскроем. Брррр, барабанная дробь. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Да, и тут нас встречает бумажка Бумажку открываем и под ней айфон Вот пока что Мы не знаем какого цвета Потому что и черный и белый айфон Спереди черный Это очень правильное решение Но это айфон белого цвета Отложим его на секундочку в сторону Посмотрим что еще тут есть Зарядник, earpods и переходничок Ну а также провод lightning Все как обычно Напомню, это официальная российская версия Айфона 10 Тут все по-русски, вот даже вот эта бумажка Как пользоваться айфоном без кнопки home Все расписано на нашем родном языке Имеется скрепочка Имеются наклеечки Такие же как и раньше И все На самом деле немножечко обидно мне за комплектацию Младшая версия айфона 10 Стоит 8-10 тысяч рублей на минутку Официальная российская цена А старшая так вообще 92 тысячи могли бы внутрь положить Не earpods, а earpods То есть беспроводные наушники Какой звук Блин, какой он красивый Ооо, какой громенный экран Для такого маленького айфона Класс Ола, ола амиго Некоторые обзорщики говорят, что не стоит брать младшую версию на 64 гигабайт Но я считаю то, что с учетом нового кодека для видео и фото, который сжимает практически в два раза все 64 гига вполне может хватить большинству пользователей И прямо после включения айфона 10 на моем айфоне 7 плюс появилась такая штучка, чтобы быстренько все скопировать со старого телефона на новый и без всяких настроек Но мы настроим сейчас этот айфон как новый, чтобы посмотреть на такой чистый экспириенс К тому же, чтобы не ждать, как на него все будет загружаться и закачиваться Пока айфон активируется, немножечко расскажу о дизайне Здесь у нас стеклянная задняя крышка и стекло спереди А вокруг у нас идет стальная рамка из медицинского сплава, который Apple специально заказывала, специально разрабатывала Чтоб он, не дай бог, не царапался Кроме того, стальная каемочка есть еще вот здесь, вокруг двух камер Дисплей 5,8 дюйма Super Retina, разрешение 1125 на 2436 пикселей Это первый айфон с OLED-экраном И вроде как тут он не вырви глаз, а с честными цветами и поддержкой True Tone, кстати Вообще, первые впечатления от экрана очень приятные Во-первых, он занимает практически всю площадь телефона, не считая вот этой вот причудливой прически Но я не думаю, что она меня будет сильно раздражать Кроме того, экран расположен очень близко к стеклу И он как будто бы вот наклеен, что ли, сверху Даже не верится, что это экран Самым интересным моментом лично для меня, начиная с официальной презентации айфона 10 И до того момента, как я его возьму в руки Оставалось то, как можно пользоваться айфоном без привычной кругленькой кнопки дом Так же ли это удобно и интуитивно? И не похоже ли это на какую-нибудь систему от Ubuntu или SalesFish OS Или что там еще было с жестами? Когда мы запускаем какое-нибудь приложение Для того, чтобы вернуться на домашний экран Нужно сделать вот такой вот свайп снизу вверх Когда мы делаем свайп чуть дальше Мы попадаем в режим многозадачности Вот они, карточки привычные Немножечко более закругленные, чем раньше Кроме того, мы можем их закрывать вот таким вот свайпом И они, обратите внимание, закрываются прямо туда, откуда они открылись В те же иконки Это та самая интуитивная анимация И мне она очень даже нравится Кроме того, когда мы находимся в режиме многозадачности Можно подержать и попасть вот в такой режим Из которого можно закрывать приложение, нажимая на минусик Еще есть очень любопытный жест переключения между запущенными приложениями Либо это вот такой вот свайп снизу Либо вот такое вот движение, которое немножечко удобнее делать, когда вы держите телефон одной рукой Как бы волну такую Из-за того, что пропала кнопка Home Теперь немного по-другому делаются скриншоты Нажимаем громкость вверх и кнопку включения И получаем скриншот Для того, чтобы вызвать Siri, мы держим вот эту кнопку Как погода, подруга? Да, как зовут подругу Таким образом запускаем Siri И как же вы думаете выключить телефон? Я бы, наверное, сразу не догадался Но опять же, держите кнопку громкость вверх и кнопку питания Уже не нажимаете, а именно держите И выходите вот в это привычное меню выключения Осталось дело за малым Отыскать пункт управления Снизу его нет Как ни листай, он оттуда не вылезет Он находится у нас вот здесь Почти как на андроиде Справа тянете, вылезает он А слева тянете, это у нас уведомление По первым ощущениям, все это немножко непривычно Но пользоваться всем этим приятно Это какой-то новый опыт Всему этому хочется научиться И наверняка тут есть еще какие-то скрытые жесты Которые я сразу не смог отыскать Конечно, этим нужно попользоваться Хотя бы несколько дней И на канале Дройдер я обязательно выложу видео С моим личным опытом Насколько это удобно Если пользоваться этим каждодневно И как быстро к этому привыкаешь Подписывайся на канал Чтобы не пропустить этот ролик И, кстати, это будет не единственный ролик про iPhone X Еще будет много других Про разные его части Ну а дальше за меня будет говорить вот этот код Он уж точно не соврет Расскажет о Face ID всю правду Ха! Мяу! Уши! У меня нет ушей! Ха! Или есть? Технология Face ID пришла на смену Touch ID Теперь сканируется не отпечаток пальца А 3D-модель лица С помощью True Death Sensor Который прячется за этой самой монобровью А сейчас проверим 3 раза подряд Как работает разблокировка по Face ID Оп! Раз Оп! Два Оп! Три Вроде все срабатывания Попробуем быстро Пам! Хо! Ха! Ну, чуть-чуть задержечка есть Но Оп! Ха! Опять успел Настолько ли это удобно Как сенсор Touch ID Опять же Покажет более продолжительный тест Но Вроде как С безопасностью Все ок Если у вас нет клонов Близнецов И вы не ребенок до 13 лет Оказывается Они бывают очень похожи Думаю Про Face ID Из сенсор True Death Стоит снять отдельный ролик С различными тестами Потому что Эта тема Такая Бесконечная И на нее может уйти Целое видео Напишите в комментариях Хотите ли вы увидеть такой ролик И напишите Еще свои вопросы Ха! Если они есть И вот этот заяц Вам обязательно Ответит Интереснее всего Как Apple использует Этот True Death Сенсор Для других задач Например Для портретов Вот Барян тут Нафоткался Посмотрите Какая красота Получается И мы Можем Естественно Включить Обычный режим портрета С подсветочкой С другой подсветочкой Вот контурный свет И опять же Вот этот Сценический Странный С вырезанием Кстати не так уж Плохо и вырезал Немного странно Но неплохо Посмотрим как вырежет Меня Я еще не пробовал Что из этого получится Бабам! Окей Я еще в черной рубашке И он кстати это Почти понял Ну тут опять же Нейросетям еще нужно Подучиться Но портреты На фронталочку Это классно Надо будет сравнить С пикселем Он тоже умеет Это делать На одну камеру Без всяких сенсоров И осталось буквально Несколько важных пунктов О которых стоит упомянуть Вторая камера Та что с зумом Теперь здесь С оптической стабилизацией Это очень хорошо Можно снимать При плохом освещении Кроме того Светосил тоже увеличилась Диафрагма 2.4 Теперь у нее Кроме того С новым экранчиком Айфон теперь может Показывать видео В HDR То есть Dolby Vision Или HDR10 Можно вот так смотреть Если два раза нажать Будет уже не полный экран Но зато без шильдика И так и так красиво Я на самом деле Балдею прям от этого экрана Еще и HDR Dolby Vision Вот это все По-моему очень круто Приятно то что контент Стоит столько же Как и обычный Не сказать что Супер дешево Но во всяком случае Столько же Как и HD Вы платите за 4K HDR Смотрите на вашем телеке Или на айфоне С закругленными краями Немного странно смотреть Фильмы с закругленными краями С этой штукой Но Это тоже новый опыт Жаль что айфон Не научился снимать видео В HDR Видимо эту функцию Оставили для версии S Но зато он умеет снимать 4K 60 фпс Как и айфон 8 Обязательно зацените Как мы сняли Обзор Айфон 8 плюс На другой айфон 8 В Риме Как раз в 4K И 60 фпс Ссылочка наверное Где-то тут появилась И для завершения Этой распаковки У меня в пакетике Осталось кое-что еще Три вида чехлов И один из них Совершенно новый Которого вы еще Возможно не видели Или во всяком случае Не трогали руками Вот это вот Совершенно новый Но начнем с каких-нибудь Более-менее обычных Открываются они Кстати сейчас Гораздо проще Чем раньше Бам Достаем И можно точно так же Положить обратно И я не знаю Продать Чехол продать Продавать чехлы Отличное занятие Вот так вот выглядит Красный чехол Продукт Red Кнопочки кстати говоря Удобно нажимаются Так же как и на чехлах Для айфона 7 И айфона 8 И вот эта большая кнопка Мне прям очень нравится Она такая огромная По ней очень сложно Промахнуться Следующий Это у нас Силиконовый чехол Хоть снаружи он Силиконовый Внутри он все равно Замшевый И приятный Кнопочки уже нажимаются Не так удобно Как на кожаном Но все равно Вполне себе достойно И последний чехол Который у нас Сегодня наверное Самый интересный Потому что это Совершенно новый чехол Таких чехлов Еще Apple Не делала Не делала Вылезай Различные цвета Имеются Вот этого чехла Фолио Но у нас Вот такой вот Слегка бежевый Это чехол Раскладушка Я всегда смеялся Над людьми Которые ходят С чехлами Раскладушками В основном Это такая Знаете Бизнес тема Чехлы Раскладушки Но кстати говоря Может быть Я немножечко Даже пересмотрю Свою позицию По поводу этих чехлов Потому что В нем Явно ничего не поцарапается И действительно Его можно использовать Как кошелек Какие нибудь Карточки сюда положить Хотя с другой стороны Здесь есть Apple Pay Который кстати говоря Запускается Двойным нажатием На вот эту Кнопку Но он у меня Сейчас там не настроен Поэтому Показывать не буду В другом видео Обязательно продемонстрирую И отвечая на вопрос Потеряла ли Apple Дух инноваций Познакомившись С iPhone 10 Я отвечаю Нет Не потеряла Apple молодцы И они все еще На коне Это был не обзор iPhone 10 А скорее Мне не распаковка Хотя он и превратился В подобие обзора Потому что Обо всем Хочется поскорее Рассказать И поделиться с вами Что касается Моих первых впечатлений Пока что Одни восторги И меня даже Не раздражает Вот эта вот Прическа Причудливая Или монобровь Как бы ее там Не называли То есть С ним нужно Походить Какое-то время Попользоваться Разными функциями Пофоткать на камеру Посмотреть Сколько будет жить Батарея Вроде как Она должна жить Дольше на 2 часа Чем на айфоне 7 или 8 Ну Посмотрим Короче говоря Подписывайтесь на канал Ставьте этому ролику Лайк Если вам понравилось Пишите свои вопросы Дополнительные Про iPhone 10 В комментариях И до встречи в будущем Ну а с вами был Валерий Истишев И канал Дройдер Кто я такой Чтобы не записать Анимодзи с какашкой Я сказал пиццу Пиццу Смешнее всего Выглядит Как люди записывают Эти анимодзи Надо снимать их лица просто У-у-у-у-у-у-у-у-у Анимодзи